Здравствуйте, меня зовут Руслан Кузнецов, я художественный руководитель школы-студии аэрографии «Воздушная кисть», и это мое дело. Кузнецов Руслан Андреевич. В 2008 году заканчивает таможенный колледж при Аграрном университете по специальности юрист. Решает продолжить образование и уже осваивает профессию экономиста в Российском торговом экономическом университете. После выпуска в 2014 году уходит в бизнес. Так в Оренбурге появилась школа-студия аэрографии «Воздушная кисть», основатель которой и является Руслан Кузнецов. Здравствуйте, Руслан. Спасибо большое, что пригласили. Мы, знаете, достаточно часто снимаем людей, которые искусство превращает в деньги, а деньги, соответственно, добывают с помощью искусства. Но на таком производстве, как ваше, чем-то можно назвать это производство, не знаю, мы впервые. Расскажите, что такое за ваша школа «Воздушная кисть», чего делаете, на чем зарабатываете, к чему людей готовите? Ну, наша студия производит полный спектр услуг в области аэрографии. То есть основное направление – это курсы. Мы проводим обучение с нуля всех желающих рисованию аэрографом. Также представляем услуги по росписи. Это роспись интерьеров, картины, портреты, сноуборды, все что угодно. То есть аэрография – это далеко ушло вперед. Да, давайте для начала определимся в терминах. Аэрография – что это такое? Аэрография – это техника рисования. Зачастую бытует мнение, что аэрография – это исключительно рисунки на автомобилях. На самом деле это не так. С помощью аэрографа можно рисовать на любой поверхности, в принципе, все что угодно. Вы, как бы так, определили два направления действий. Первое – вы учите людей самих рисовать. И второе – делаете под заказ картины, автомобили, шлемы, неважно. А какое направление деятельности можно считать все-таки основным? Какое вам условно принесет наибольший доход? Ну, наибольший доход берегоносит, в принципе, все. То есть у нас полный спектр услуг. И ученики, которые отучились, смогут также у нас трудоустроиться. То есть могут выполнять заказы совместно с нами, делать какие-то совместные проекты. То есть наша студия – это такая творческая площадка для всех желающих, кто хочет себя реализовать. То есть мы даем такую возможность. В моменте, что называется, одновременно какое количество учеников вы способны переварить? Если так можно выразиться, какое количество, наверное, людей у вас максимально учат? Ну, на данный момент у нас шесть рабочих мест. То есть одновременно заниматься шесть человек. Но поскольку у нас график свободный, то есть каждый приходит в любое удобное время, то есть заниматься могут до десяти человек одновременно. Вы как к этому бизнесу пришли? Раньше чем-то занимались? Вообще, то есть побудительным мотивом для того, чтобы создать свое дело в такой, возможно, даже не самой обычной для Оренбурга среде. Как оно к вам пришло? Ну, бизнес – это мой первый, так сказать, первый стартап. По образованию я юрист, экономист, но никак не художник. Да, вот слушайте, вам, по крайней мере, повезло. У нас обычно юристы и экономисты стоят на бежу труда. Да, да, да. Вы себя нашли? Мое дело – это больше бизнес на хобби. То есть когда я учился уже на третьем курсе института финансового кредита, то есть я уже задумался о бизнесе, чтобы такое заняться своим делом. И пошел как бы от простого, подумал, что мне интересно, чем я люблю заниматься. Я просто с детства рисую. Ты увлез как-то аэрографией, обучился в Москве этому делу, много здесь практиковался и решил открыть школу. Слушайте, ну вот решил открыть школу, звучит классно, но надо понимать, насколько тяжело, то есть первоначальные требуются ли какие-то серьезные первоначальные вложения? Или это достаточно простой бизнес в плане входа в него? Ну, любой бизнес, он не прост сам по себе. Изначально нужно понимать, что ты хочешь от бизнеса, какой ты хочешь бизнес. То есть на самом деле открыть бизнес несложно. Зачастую люди думают, вот если бы у меня был бизнес, если бы у меня были деньги, я бы открыл. На самом деле люди забывают, а что они хотят, какой бизнес, что их тянет, чем заниматься. Деньги, финансы, аренда – это уже второстепенный момент. С точки зрения работы на заказчиков, кто они ваши заказчики в основной своей массе? Частные лица, может быть, компании? Это и частные лица, и, может быть, и компании. Просто, опять же повторюсь, аэрография не так распространена, как в крупных городах Москва, Санкт-Петербург. Многих осознают, что аэрография – это какие-то рисунки на машинах. Ну, да, на машине. Приходится людям объяснять, что аэрография – это совсем больше возможностей. В первую очередь, это роспись интерьеров и другой поверхности. И вот приходится просто как-то достучаться до клиента. А основные люди – это физические люди. Ну, давайте вы до меня попробуйте достучаться, давайте мы с вами попробуем что-нибудь нарисовать. Запросто. Ну, в принципе, сам аэрограф – инструмент, чем мы рисуем. Сюда заливается краска, отсюда она подается. Подается за счет сжатого воздуха. Нажимаю вниз – подается воздух, оттягиваю назад – подается краска. Чем сильнее мы оттягиваем, тем больше краски подается. Можешь ли? Ну, в принципе, как аэрозольный балансчик. Попробуйте. Спасибо большое, что дали попробовать. Слушайте, ну, с моими весьма себе скромными, очень даже скромными способностями к художественному искусству получилось не очень. А как вы людей-то учите? Вы даете им шаблоны какие-то, каким-то образом ставите руку, набиваете? И вообще, насколько долгий этот процесс? Ну, у нас определенная программа, которая вырабатывается уже не один год. И преимущество аэрографа в том, что именно ей научиться может каждый. Абсолютно каждый. Вне зависимости от опыта, навыков или таланта, как говорят. То есть мы обучаем с нуля всех. Руслан, так если возвращаться непосредственно к нашим баранам, что называется, к заказчикам. Если поделить сегменты рынка, вашего рынка, условно, машины, портреты, какая-то аэрография дома, настенная, да? Что люди в первую очередь предпочитают, за что они сейчас готовы платить? И есть ли какие-то изменения тенденций за эти годы с небольшим, что вы работаете? Может быть, как-то предпочтение людей начинает меняться? Ну, основное предпочтение – это все-таки художественная роспись интерьеров. Это тоже, за что люди, в принципе, готовы платить. И, в принципе, по стоимости расписать стену или заклеить с тобой, получается одинаково. Это вы сейчас говорите про жилье чье-то или про общественные пространства? Да, в квартире, в коттеджи. Опять же, там сауны, бассейны, кафе тоже под роспись очень хорошо идут. А чего просят нарисовать? Ну, разные бывают. В основном пейзажи, природа. И как это, вы говорите, что это по деньгам примерно соотносится с наклейкой обоев? Неужели это настолько доступная штука? Ну, опять, все зависит от рисунка, от сложности этой работы. То есть, каждая работа индивидуальна, эксклюзивна. И нельзя сказать точную стоимость, что это будет стоить столько-то. Вся стоимость выходит из конечного результата. Вы себе как видите, возможно, свое развитие бизнеса? То есть, какими темпами он может, по-вашему, развиваться? И понятно, что он будет развиваться вместе с рынком. Насколько потребности рынка будут расти год от года? То есть, будет ли у нас, условно, как в Москве или как в Петербурге, опять-таки условно, или как в Самаре, это востребовано весьма себе на высоком уровне? Или вот у нас тут особенная стадия? Ну, я считаю, что у аэрографии «Большое будущее» – это динамично развивающее направление. И в Аренбурге, оно как-никак, кстати, у нас рядом Казахстан, у нас большая область. То есть, к нам люди приезжают не только из Аренбурга, из других городов люди приезжают. Потому что, опять же, повторюсь, ближайшая школа – это Москва, Санкт-Петербург, где и обучение в разы дороже, и проживание, соответственно, по времени. Вы упомянули Казахстан. В принципе, понятно, что можно оттуда привлекать учеников, учить их. Можно самим попытаться выйти на тамошний рынок, потому что объемы достаточно серьезные, и конкуренция, как я так понимаю, не слишком уж и высока. Есть ли такие планы? Или вот пока здесь, на своем месте? Ну, пока здесь, на своем месте, да. Ну, в чем, опять же, наше преимущество? То есть, мы даем людям возможность развиваться самостоятельно. То есть, на аэрографии можно сделать неплохой бизнес. То есть, можно самостоятельно делать заказы и срабатывать на этом. А мысль о развитии франшизы не приходила в голову? Есть такое. Есть такое, да? То есть, в первую очередь, для того же самого Казахстана, правильно? Ну, может быть. Почему бы нет? И если вот мы как раз тему франшизы-то затрагиваем, потому что, с моей точки зрения, для франшизы штука более чем подходящая. Вы обучаете людей, потом помогаете им поставить бизнес в другом городе. Ну, то есть, если бы мне это было бы интересно, я бы, наверное, этим занялся бы. А по вложениям, опять-таки, если возвращаться к самому интересному, к деньгам, по вложениям, насколько это затратной штукой будет? То есть, условно, придут к вам люди, которые захотят получить вашу франшизу в условном городе Астана или в условном городе Орске. Сколько им потребуется денег для того, чтобы начать? Все зависит от объемов. Ну, на самом деле, деньги найти не так сложно. То есть, у нас государство принес поддержку. Есть гарантийные фонды, есть периодические гранты проводят, где можно подать бизнес-планы и получить эти деньги. Счастливый человек. Очень немного людей в России могут сказать, что получить деньги... Просто не все это знают. Деньги не так и сложно. Да, ну, по крайней мере... А вы, собственно, пользуетесь какими-то преимуществами государственными? То есть, кредитами льготными, может быть, размещением за государственный счет, выставками, которые субсидируют, поездки, на которые субсидируют государство? Ну, финансово нет, а располагаемся мы, да, бизнес-аккубатори. То есть, это льготная аренда, плюс информационная... Ну, не финансово, а информационная поддержка. Всякие предприятия, нам приходят письма, мы участвуем. Вам хватает? Да. На первом этапе это, в принципе, неплохо. Отлично. Когда перестанет хватать, перейдете на следующий этап, зовите нас обязательно. А тем более, если начнете развивать тему с франшизы, мы обязательно придем и об этом расскажем. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. И обязательно вот эту вот деревяшку сохраните региону в 20 лет. Вроде как аэрография, а зарабатыванием денег на воздухе, согласитесь, не назовешь. Это, скорее, искусство на деньгах или деньги на искусстве. Тут уж вам самим решать. Если вы хотите рассказать о своем деле, или задать вопросы относительно открытия своего малого бизнеса, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес «Это мое дело. Собака. Быка. Ру». Мы будем счастливы, если кто-нибудь из вас рано или поздно с гордостью скажет «Это мое дело». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова